Сегодня вы узнаете о глютене, а в следующих роликах я расскажу вам о БЦА и периодическом голодании. Хотите узнать от людей с медицинским образованием, нутрициологов, диетологов, людей тренирующих спортсменов мирового уровня о том, что такое глютен, БЦА и о периодическом голодании? Последние исследования буквально этого года и 2018. Люди практики и люди постоянно обучающиеся расскажут вам в трех роликах о этих вещах. Обязательно послушайте, чтобы вы не впадали в мракобесие, которое рассказывают нам некоторые блогеры, некоторые люди, которые берут на себя такую ответственность и смелость говорить о том, что одно вредно, а другое не работает. Смотрим! Привет, друзья! Сегодня мы снова в гостях у Стефана Диаса в Кайзер Юниверсити. И сегодня не только Стефан, сегодня в гостях у нас еще и Маша, вы ее знаете, кто смотрел мой канал. Кстати, поздравим Машу, она недавно выиграла Олимпию, пока любительскую, но ничего страшного. И друг Стефана, Стефан его представит сейчас, потому что я не забываю, как зовут сложное по-бразильски имя. Но человек очень грамотный, он нутрициолог, диетолог и ведет бойцов ММА. Как зовут? Да. Здравствуйте всем, это наш друг Daniel Дезан, и он будет сказать о своей специальности, я буду переводить. Окей? Поехали? Привет, как brasileка. Как вы поздравили, я самыйありがとうございます, я буду being here. Привет, ребята, я меня зовут Даниил Дезан, я учитель и учитель в езме скультуре, я специалист в физические вебы, учитель и учитель в физическом и учитель в телеке в экономике. Меня зовут Даниил Дезан, я работаю в спортсмене и я заработаю у бакалаве на учебнике, спорт бакалавр как примерно как физическая культура и спорт физическая культура и спорт бакалавр по питание диетологии где-то логике переводится о специализации специализация по физиологии из города спортивно по спортивное питание тоже специальный специалист по спортивные питания 3 сам клиника на сада еще специализацию сделала по глубокий и спортивные питания как адвент как было сказать прогрессивное спортивное питание прогрессивное спортивное питание как клиническое как больше клиническое как мы в принципе подразумеваем диетологию на основе одного из медицинских образований потому что что есть очень много диетологов то есть у меня диетология идет на базе медицинского образования это называем врач-диетолог врач-диетолог и мэстрад и тренинг рендимент магистр спорт подготовка спортсмена высший класс и это научно дуторады к санкт-классе и уже в последний год в аспирантура программа в испании испании лиссабон лиссабоне до сих пор еще повышает квалификацию дано птичный что помочь на доктор диквей на как я пищу из перед у аспиранта переводится печки сейчас да но кандидат наук кандидат наук то есть вы понимаете что пригласили специально людей которые не просто будут сегодня говорить а тема сегодня очень животрепещущая потому что я вижу и вы наверняка тоже видите сейчас в связи с тем что и фитнес индустрия и индустрия питания обычного и тем более спортивного это уже больше бизнес и нам вносят в умы всякую чушь к примеру о вреде как это было раньше холестерина хотя мы знаем и медицина доказывает что низкий уровень холестерина гораздо опаснее и вреднее чем высокий о чем мало кто знает а сегодня мы поговорим о глютене потому что я не раз уже встречаю что демонизируют точно так же как и холестерин и лактозу именно глютен сегодня и маша вышка выскажется и стефан и даниэла даниэл даниэл как черепашка ница так проще запомнить начинаем с маша скажу да что я хочу сказать почему эта тема очень важно потому что сейчас очень много вы видите продуктов питания которые отличаются по цене с глютеном и без глютена и преподносится все так что глютен является вредным опасным веществом абсолютно для любого и каждого так ли это мы сегодня с вами как раз таки разберемся с научной точки зрения с точки зрения медицины маша чтобы знали тоже имеет медицинское образование полученное в россии а здесь наша уже повышает квалификацию получаю образование в американском университете кайзерниверсити кстати тоже маша что ты думаешь что ты знаешь о глютене насколько он опасен это говорим гром белок пшеницы правильно то есть любое любое пшеница производный продукт содержит глютен за исключением таких некоторых гречка вне глютена нет то есть вы можете запросто пойти в интернет загуглить и там каши без глютена каши с глютена вы получите четко два списка на самом деле здоровым людям глютен не страшен я бы даже сказала если вы тренируетесь активно в спорте если у вас есть тяжелые физические нагрузки силовые нагрузки он пока он нужен он нужен для восстановления мышц потому что здесь помимо белка вам также нужен резерв энергии то есть источник энергии за счет углеводов это очень важно потому что протеин это блоки вы не построите дом просто из кирпича и вам нужны рабочие если у вас нет рабочих то без углеводов не построите дом то есть смысл простой или цементу да или нет цемента а вот поэтому для тех кто в принципе здоров глютен не имеет никакой угрозы есть определенный процент людей страдающие целиакии это непереносимость продукта 1 берет ну на самом деле их побольше будет особенно в америке здесь достаточно распространены случаи вот самом деле процент растет каждый год процент увеличивается уже больше десяти чтоб ты понимал то есть по последним американским данным больше десяти процентов не столько связано насколько я понимаю непосредственно именно вот с этой целью веке и когда целиакия целиакия да а именно уже около болезни локовый момент такой существует чувствительность глютену она обычно возникает когда вы очень сильно имейте сильную интоксикацию то есть что такое слаги вы едите просто это каждый день по многу раз в день и обычно это дешевые булки вот это выпечка то есть там уже идет совершенно огромная простая мика конечно да то есть самые дешевые выпечка продукты они содержат глютен но даже вы приобретаете такси не даже не за счет глютена а за всех тех же и разобрения за счет всех тех консервантов которые находятся в этих продуктах мы их называем то есть продукты которые уже произведены и замороженные и вам достаточно просто их там разогреть микроволновки или открыть упаковку вы их сами не готовили то есть вот это страшно но интоксикация не произойдет не произойдет мгновенно за один день то есть это происходит годами месяцами как люди на вашей дине что перебиваю услышали что примеру свекольный сок свежевыжатый болезнь начинают обувить каждый день друзья это может привести к серьезной интоксикации то же самое если у кого-то есть например кочечно-каменная болезнь или морковку не дай бог может привести просто схождению этих камней этого песка и потом будут жуткие боли но то есть то что ты говоришь ты не считаешь что глютен опасен абсолютно если правильно дозируете и это качественный источник глютена то я вообще не переживала по этому поводу и здоровому человеку не стоит что они влачевы и обрадутся родители которые продают без глютеновые продукты эти продукты получены путем сложнейшего химического производства что уже в своем роде нарушение правил правильного питания то есть это уже продукт химический и также как обезжиренное молоко она более не полезно чем обычное молоко которая содержит нормальное количество процента жира вот опять же про молочку отдельный это отдельно я с тобой согласен да ну давайте это может и тогда сначала через крючок не умею начинаю потому что буду иметь и давай говорим о том вы сделаем чтобы специалист даниил поговорю по тему я буду переводить вот и фалаунок с ящиц позиции на передаде и усе порвел голема протеина залив сень контроль из нас фонты и карбой драт или эмма протеина существует как а это белок именно который находится в углеводе су это углевод который да и эта история de inflamação acontece acontece com pessoas que têm doença celíaca и você o glúten pessoas que têm alergia ou intolerância ao glúten você tem uma inflamação do intestino porque o glúten ele cola na mucosa do intestino e causa uma alteração da permeabilidade de nutrientes no intestino causando essa inflamação это все все начало от аглутена потому что есть люди которые именно чувствительны есть celiac celiac болезнь и тогда с этим болезнам а тогда глутин можно или в груда на мукость и тогда провоцирует воспаление желудочно-кишечного тракта правильно да информация и следит дабы и как сказать вовременшем 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 вовремене а это не означает что все люди а это бывает и то есть люди которые имеют аллергические либо либо болезнь и семьяк потому те люди это плохо конечно да но это не только для них даже элементарно у вас началась аллергия на цветение какого-то растения ваш организм находится сейчас стадии воспаления и если вы сейчас будете может ближе тогда вы добавите просто то есть триггер нас называется этот трех курок свели курок у вас уже была проблема скажем общее воспаление у вас обострился гастрит или у вас было воспаление желчного пузыря или у вас например разыгралась подагра или у вас сезонная аллергия и если вы сюда покушали глютен тогда да мы просто завели курок и пошло-поехало как снежный ком у нас нарастают проблема если же как бы саму здоровы то ради бога но на самом деле противопоказания глютен и есть не нужно об этом забывать и на вердаде и ума кое-какий день по лаке и а у заснуз мостки пессуаса удаваясь когда лизы тиран гуты и спорта retirану мути салиментом фонте и фибра и и спорта и коза ума дисбиозе intestinal если он коррежит то есть главный момент который он сказал здесь потому что люди обычные люди нормальный здоровье для не начинают кушать все безглутен а они могут пропустить потому что есть волокна много волокна от людейблюда который существует сегодня они могут получить бред они начинают повредить здоровье потому что они нормально А какие проблемы возникают у человека, у которого нет аллергии, нет чувствительности, какие проблемы возникают у него, когда он отказывается от суперна? И так далее, я говорю, что люди могут возникать, которые без волокна, если они вообще без волокна, они вообще без волокна, и тогда они волокна на вашей организме? организм и и без этого лоб на тогда можно уже начинают а их и так сейчас очень сильно не хватает в организме это же русские клетчатка плеча очень не хватает еще искусственно будучи здоровым убирайте своего питания вот основная проблема возникновение проблем желудочно-кишечном тракте ну что клетчатка и снижение веса в том числе конечно объясню клетчатка в толстом кишечнике дает микрофлора которая живет в толстом кишечнике вы понимаете то есть это пост практически последний отдел и мы думаем типа нафиг это микрофлора нужно питается непосредственно кричат и это очень важно для понимаете микрофлора это ваше здоровье чем больше у вас полезно микрофлору тем сильнее у вас иммунитет все видели рекламу 70 процентов иммунитета находится в кишечнике даже дает зачем никто не придает этому значения поэтому бактерии живущие микрофлора живущие в толстом кишечнике будет страдать будет умирать то есть сокращаться количество от недостатка клетчатки файб поэтому ее надо кормить чтобы вы были здоровы а что ты скажешь по поводу насколько хватает моих знаний в этой области клетчатка помимо того является трудно переваримая субстанцией когда она проходит по всему вот нашему пищеварительному тракту да она еще как бы и очищает за счет того что волокнистая она помогает проходить пищи стимулирует вот в этом совершенно верно то есть клетчатка помимо того что она способна выводить труднодоступные остатки пищи еще и сама же стимулирует кишечник на лучшую перистальтику мы называем это перистальтика кишечника вот это ты хорошо очень подметила я не знал не придавал значения тому что клетчатка вводить ее надо очень аккуратно если до этого у вас был дефицит нас же учат всегда что клетчатка именно важно как никак питательная субстанция для бактерий об этом мало вообще нужно как для того чтобы но это очень тоже важный момент извините что перевели продолжу тогда в принципе все если человек болеет тогда это одно человек есть они имеют аллергия либо семья к болезнь это одно тогда не надо нельзя а если человек здоровый вообще надо надо а таких все равно больше 90 процентов живущих на нашей планете вы обязаны чтобы быть здоровым кушать клетчатку и не думать о том чтобы переплачивать и так трудозарабатываемые деньги не забудем вы сейчас живем уже несколько лет и одиннадцать лет из-за чего я шесть да и что происходит они компания смотрят что люди захотят чтобы больше деньги зарабатывать и поэтому не видела это это как новый тренд как органик написано да и органик и все идут по этому направлению но на самом деле ничего плохого не существует если ты здоров в общем друзья резюмируя все это ни один из специалистов сегодня не считает что нужно отказываться вам от смотри смотри есть момент который нутролог сказал тоже важно а лично гида и смотрят а я теперь сделаю это диета без глутена я похудела конечно худела почему потому что я тут потому сделала дед без углеводи и все это сделать так что друзья спасибо что смотрите спасибо степан всем пока друзья увидимся уже ближайшее время давай счастливо сегодня друзья вы узнали о глютене и теперь ваши деньги и ваша совесть будет чиста перед самими собой вы знаете что не нужно тратить лишнее бабло на продукты которые якобы не содержат глютен а в следующий раз мы с вами поговорим о бца несмотря на то что о них говорит цацулин вы измените свою точку зрения и конечно же о периодическом голодании всем сухой мышечной массы и силы без травм